Дорогие братья и сестры! Сегодня у нас будут две проповеди. Сегодня у нас будет такое вот трогательное служение, как благословение и посвящение Богу младенцев. И мы попросим на все это служение благословения от Господа. Мы встанем и помолимся об этом. Благословенный Господь наш Бог, благодарим Тебя за то, что Ты обновил этот день в нашей жизни и жизни многих детей Божьих Твоих, жизни нашего города, страны, за этот день мира и благословения. Благодарим Тебя за то, что Ты дал нам возможность собраться в Доме молитвы. Мы стоим перед Тобою, Богом нашим, и просим Твоего благословения, и мы желаем, Господи, в этом служении поклониться имени Твоему, воздать славу Тебе, Спасителю нашему. Поэтому просим Тебя, чтобы Ты благословил сегодня проповеди братьев, благослови сегодня пение хора, благослови всех участвующих, благослови молитвы народа Твоего, и как здесь, в нашем Доме молитве, так и в других местах в нашем городе благослови всех детей Твоих. Просим Тебя за братьев и сестер, которых нет с нами по болезни, укрепи их, Господи, благослови. Кто просит об исцелении, Господи, услышь молитвы таковых. Просим Тебя за братьев и сестер, которые находятся в кемпинге, за детей наших. Просим, чтобы Ты там их тоже благословил в их служении утром. И здесь, Господи, в этом служении благослови нас, Отец, и Дух Святой. Аминь. Общее пение. В начале утреннего средства благослужения будем петь номер 188. Утром, когда встает рассвет. 188. Утром, когда встает рассвет, Боже, Тебе боюсь, за благодать Твою ко мне и за любовь Твою. Слава, слава Тебе боюсь, за благодать Твою, силы дай мне всегда прославлять Тебя. Слава, слава Тебе боюсь, за благодать Твою, силы дай мне всегда прославлять Тебя. Слава Тебе боюсь, за благодать Тебя. Слава Тебе боюсь, за благодать 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 Тебе боюсь, за благ Служение хора, друзья, будем слушать стоя. Служение хора, друзья, будем слушать стоя. Служение хора, друзья, будем слушать стоя. Здесь место свято, здесь место свято. 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 Приветствую всех, дорогие братья и сестры. Господь подарил нам возможность в этот воскресный день, в этот утренний час быть в Доме Его. Я желаю предложить для нашего размышления место Писания из Нагорной проповеди Иисуса Христа. Это 7 глава Евангелия Матфея с 24 стиха. Христос говорил эту знаменитую проповедь для учеников своих и для народа слушающего, выражал очень важные мысли, ценные мысли. Христос здесь открыл истинное блаженство христианина, в чем блаженство, когда он перечисляет 9 блаженств. И вот в заключении этой знаменитой великой проповеди Христос, как бы подводя итог, говорит такую мысль. С 24 стиха. Итак, всякого, кто слушает слова Моисеи и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне, и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне. А всякий, кто слушает все слова Моисеи и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке, и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот, и он упал, и было падение его великое. Христос здесь. Здесь приводит пример двух строителей. На примере такого физического строения Христос открывает важную истину духовного строения. То есть, кто как строит. И вот Христос говорит, вот все, что я говорил раньше, в этой Нагорной проповеди, эти важные мысли, если кто будет исполнять их, тот будет хорошим, добрым строителем. Кто не будет исполнять, но опять он не отречется от Христа, он продолжает следовать, он остается как бы быть верующим. Но живет так, просто числится в кругу верующих. Того строения будет подобно такому легкому строению, без основания, на песке. И, друзья, мне хотелось обратить внимание на вот этих двух строителей. Возможно, тот, который строил на песке, он начал строить немного позже того, который начал строить с основанием. И вот он видел, наблюдал, что человек вот уже месяц строит, и что-то копается, копается. Надо вверх строить, а он вниз копает. Ну, как-то неправильно он строит. Надо дом строить, а он углубляется в землю. И думает, я так не буду, потому что прошел уже месяц или больше его строения, когда он начал строить, и ничего не видно. Что-то он все в земле. Я сразу поставлю стены. Друзья, возможно, вот этот человек раньше и закончил. И дом стоял красивый. Друзья, ну, как бы там ни было, стоит два готовых дома. Два построенных. Написано здесь, как бы уже законченная форма глагола, что построил, закончил. И вот два стоит красивых дома. И ничего, казалось бы, нет различия, и никто не знает, что там, как, кто начинал строить. Главное, что есть два красивых дома. И хозяева довольны. Друзья, ну, мне хотелось обратить внимание на то, что было у этих двух человек до начала строения. У них в сердце было решение. Друзья, вот самое важное, что происходит перед началом любого дела, это решение. И то, что мы видим, вот уже видимые какие-то поступки, уже какие-то действия наши, это результат внутреннего решения. Решение в сердце. И то, что мы даже пришли сегодня на собрание, это тоже было решение. Я встану, умоюсь, оденусь и пойду в собрание. То, что мы здесь, это уже видимое, а невидимое, это наше решение. И вот у этих двух человек тоже было такое решение. И один решил так, я хочу построить дом хороший, но как жизнь пойдет, я не знаю. Мне нужно быть готовым ко всему, чтобы мое строение выдержало любое испытание. Другой решил построить быстрее. Потому что время мало, надо скорее, скорее как-то, чтобы тоже не отстать от других. И тоже построил. И все было бы ничего, если бы не испытание. Пришло испытание и открыло всю истинную сущность каждого строения. И истинную сущность каждого решения. Дорогие друзья, вот нечто подобное происходит и в нашей духовной жизни. Когда мы тоже строим, мы тоже являемся христианами. Мы тоже как-то служим Богу. Мы тоже принимаем какие-то особые решения. Но каждое наше решение будет испытано. Придет испытание и покажет. И покажет, что было, какое принято было решение. И как человек строил. Дорогие друзья, мне хотелось бы обратить внимание в моей проповеди на правильное и неправильное решение. Я выделил всего три пункта, основных пункта, по которым важно и правильно принимать правильное решение. И мне хотелось вспомнить, я думаю, многие дети знают, и мы помним это стихотворение про два кувшина. Помните, да, как сделал мастер два кувшина. И вот когда нужно было им в печку идти обжигаться, да, один шагнул в печку, пошел в огонь, а другой посмотрел, там жарко, там, может, я могу вообще сгореть. И зачем мне там жариться? И за печку. Когда закончилось время, тот уже обожженный, закаленный, на полку, и тот рядышком встал. И все было бы ничего. Но пришло испытание. В них обоих налили воду. И что случилось с тем, который за печкой был? Помните, дети, как куплет это, да? Раскис, потек весь и пропал. И вот открылось испытание, что, что, какое решение принял вот этот кувшин, который не захотел идти в огонь. Дорогие друзья, нам часто в жизни приходится принимать какие-то решения. Нам приходится принимать решения, где нам учиться, на кого учиться, какую выбрать профессию, где работать, куда переехать или поехать. Нам приходится принимать важные решения, как вступить в брак, кого выбрать. Нам приходится принимать решения, очень много различных, которые даже невозможно предсказать. Друзья, и как хорошо, когда эти решения принимаются правильно. Но как же правильно? Самый первый важный пункт – это никогда не нужно спешить. Самый мудрый человек на земле пишет такие слова книга, притчи, 4 глава, 26 стих. «Обдумай стезю для ноги твоей, и все пути твои добудут твердые». В слово «обдумай» включено очень много. «Обдумай» – это значит и посоветуйся, и не спеши. Когда человек думает, он же не спешит, правильно? Он обдумывает, он решает, он советуется, он молится, он принимает и ожидает от Бога ответ. «Обдумай стезю для ноги твоей, чтобы, пойдя уже определенным путем, твои пути, твои шаги были твердые». То есть ты был твердо уверен, что пошел правильным путем, что ты принял правильное решение. Дорогие друзья, как часто этого не хватает, сколько бывает в жизни необдуманных решений. Когда человек принял решение поспешно, когда человек, не подумав, что-то сделал или сказал, и порой бывает так, что это невозможно никогда поправить. Порой от одного решения зависит вся наша дальнейшая жизнь. И если решение было принято неправильное, может и жизнь пойти неправильно. Поэтому дал бы Господь, чтобы мы, принимая какое-либо решение в жизни нашей, не спеша перед Богом, обдумывали, каким путем пойти, правильно ли будет наше решение или нет, чтобы мы потом не сожалели, возможно, всю даже жизнь о принятом решении. В книге Судей описывается один печальный случай, когда была у народа израильского война с аманитянами. И выбрали тогда израильтяне Иефая, чтобы он был предводителем их. Они сами предложили ему стать военачальником, и он согласился. И перед началом сражения Иефай произносит такое слово пред Богом. И говорит, Господи, если Ты предашь их в руки мои, то что первое выйдет навстречу мне из дома моего, то я принесу в жертву Тебе. Друзья дорогие, Господь не требовал от Иефая этого слова. Не нужно было никакой ему жертвы. Возможно, потом бы он принес жертву, как часто после войны, вот приносили жертвы, там они благодарения, радовались весь народ этой победе, да. Но Иефай произносит это слово. И я думаю, что это было поспешное решение. Потому что мы знаем последствия этого решения. Когда Господь даровал ему победу, навстречу ему из дома вышла его дочь. Друзья, вы помните, что он сказал тогда? Дочь моя, и ты в числе нарушителей покоя моего. Это было очень печальное событие, когда у него написано, она была одна. И он произнес слово уже это и говорит, я не могу отречься. Дорогие друзья, мы знаем, что случилось потом. Он, как бы принеся эту жертву, дал обед, и дочь никогда не вышла замуж его. И он не имел наследников. Друзья, кто произносит слово поспешно, остается без будущего. Иефай остался без внуков, без наследников. Кто бы быстро произносит слово, не подумав, кто принимает поспешное решение, может остаться без будущего. Дал бы Господь, чтобы мы никогда не спешили в принятии наших решений. Когда-то пришел пророк Нафан к Давиду. Помните, да, этот случай, когда предложил ему притчу, был один богатый человек, один бедный, пришел странник человеку, и вот богатый пожалел взять из стада овец, и взял овечку бедняка, и чтобы приготовил обед с нее. И Давид сильно разгневался тогда, и говорит, смерть человеку тому, и за то, что он не имел сострадания, и так поступил. А Нафан говорит, ты тот человек. Если бы знал Давид, о ком идет речь, я думаю, он бы тысячу раз подумал, он бы не спешил, он бы подождал, спросил, а кто это может быть? Но он сразу произносит решение, смерть человеку тому. И Нафан говорит, ты тот человек. Как больно было слышать Давиду. Но он уже принял это решение, и произнес слово пред Богом, смерть человеку тому. Нафан говорит, ты не умрешь, Господь снял тебя грех. Но за то, что ты сказал смерть человеку тому, умрет сын твой. Ты принял уже это решение, и так и случилось. Дорогие друзья, поспешные решения могут оказаться трагическими в нашей жизни. Поэтому дал бы Господь, чтобы мы никогда не спешили. Апостол Иаков пишет так. Всякий человек да будет медлен на слова, медлен на гнев. Вот этой медленности нам часто не хватает. Мы такие быстрые. Нам когда-то бывает, иногда кажется, что вот надо срочно, если я сейчас не решу, то может все испортится. Вот что-то произойдет, все пойдет не так. Прежде всего, нужно мысленно, даже если бывает быстрого требует решения, мысленно воззвать Богу. Господи, помоги принять правильное решение. Дорогие друзья, второе условие, чтобы принимать правильное решение, это нам нужно смотреть на последствия нашего решения. Что может случиться, если я решу вот так или вот так? Какая будет конечная цель? Что может произойти? И как пойдет моя жизнь? И как сложатся мои дела дальнейшие? И если я выберу ту или иную профессию, если я пойду тем или иным путем, как может сложиться моя жизнь? Друзья, последствия – это очень важно, смотреть на последствия, потому что от решения нашего может зависеть дальнейшая жизнь. Когда-то необдуманные решения не раз принимал великий человек, самый сильный человек на земле. это был Самсон. Помните? Встречается ему лев на дороге, убил льва, проходит дальше через несколько дней, а там уже пчелы, там мед. Он берет, ест, прикасается к мертвому, забывая о том, что он на заре Божий. Потом встречает женщину, потом другую, и вот так вся жизнь проходит у него в этих неправильных решениях. И он не думал о том, что я же на заре Божий. Друзья, как закончилась жизнь этого великого человека, самого сильного человека на земле? Очень печально читать эту историю. Когда его связали, когда ему выкололи глаза, и он молол на врагов своих, молол пшеницу. Дорогие друзья, так бывает, когда человек, не думая, просто принимает мгновенное решение, не подумав о том, кто я. Я ведь человек Божий, я человек святой. Я не могу так поступить. И могу ли я вот это сделать, или вот этот шаг сделать? Будет ли это угодно Богу? Самсон об этом не думает. Он принимает решение, и потом последствия были печальные. Господь оказал ему только милость перед смертью, когда услышал его молитву. И написано, что он как судья, как избавитель был народа израильского, что он в смерти своей, он погубил больше всех, больше, чем погубил за всю жизнь свою. Друзья, когда-то подобно необдуманное решение принял и блудный сын, который пришел к отцу своему. И говорит, дай мне мою часть имения. Что видел блудный сын, этот, ну, не хотелось его так называть, просто этот юноша. Что он видел перед собой? Я думаю, он видел только розовые такие прекрасные перспективы. Я, у меня будет много денег. Я пойду в другой город, подальше от отца, чтобы никто меня не видел и не слышал. Я буду жить там весело. У меня будет много друзей и подруг. Я буду жить как хочу. Я буду деньги тратить, и у меня все будет. И мне никогда не будет в жизни мое разочарование, горе и печали. Друзья, что случилось с блудным сыном? Один человек сказал так. Уходил он из отчего дома, хлопнув дверью, а возвращался на коленях. Когда он все потерял, когда стал нищим и оборванным, без денег, без друзей, все это его розовые, эти его мысли, мечты, и все это рассеялось, как туман. И он пришел к отцу своему и упал на колени, говорит, прими меня в число рабов твоих. Дорогие друзья, вот так бывает, когда человек не думает о последствиях своего решения, о последствиях своего выбора. Как может сложиться моя жизнь? Я вижу только сегодня. Обычно часто люди, принимая поспешные решения, не смотрят далеко. Они смотрят, что это будет выгодно сегодня и ближайшие, может, несколько дней или месяцев. Кажется, вот так будет правильно. Что будет дальше, это не важно. Это часто свойственно такое решение молодым людям, которым хочется жить сегодня. Хочется жить весело и счастливо сегодня. Что будет завтра, это не важно. И кажется часто таким людям, что жизнь такая длинная, что это будет так долго, и мое счастье продлится бесконечно. Но жизнь проходит очень быстро. И последствия поспешного решения бывают очень трагическими. Дал бы Господь, дорогие друзья, чтобы мы никогда не спешили принимать решение. Чтобы мы хорошо обдумывали, что мы принимаем, какое решение, что мы выбираем. Когда-то очень доброе решение принял в сердце своем Даниил. Написано, он положил в сердце своем не оскверняться яствами со стола царского. Да, друзья, ему пришлось дорого заплатить потом, когда он отказался и перестать молиться, когда был издан указ. Ему пришлось в львиный ров пойти. Наше решение будет испытано, может быть, очень строго. Жизнь может спросить. И Господь может допустить испытания, как Иову когда-то допустил. Тяжелое испытание. Останемся ли мы твердыми? Дал бы Господь, чтобы наше решение было основано, вот как у Даниила, в сердце своем. То, что принято в сердце пред Богом, оно тогда будет и правильное решение наяву, и действие, и жизнь будет правильное, если в сердце принято правильное решение. Дорогие друзья, и третье, что хотелось отметить, это чтобы нашими решениями руководил Бог. Это как бы последний пункт, но, наверное, он самый важный. Вообще, чем мы в жизни руководствуемся, принимая какое-то решение? Мы уже живем какое-то время на земле. Мы имеем какой-то определенный опыт, мы имеем определенные знания, познания. Исходя из этого, может быть, какие-то перспективы, может быть, нам что-то показалось, что вот этот путь правильный. И написано так, самый мудрый человек говорит, что есть пути, которые кажутся человеку прямыми. Вот нам кажется, что этот путь правильно избрать, этот путь прямой. Но написано, какое слово он сказал? Кажутся. Пути только кажутся прямыми. На самом деле они могут завести в тупик, в разочаровании и погибель. Дорогие друзья, когда нам кажется, что этот путь правильный, когда кажется, что это путь прямой, важно спросить у Бога. Господи, действительно это путь прямой, как мне это кажется? Или же, может быть, надо другой путь избрать? Друзья дорогие, если мы искренне приходим к Богу с таким вопросом, Господь обязательно даст ответ. И не то, что когда, помните, так случилось однажды к пророку Еремии, пришли военачальники, и они вот читают, что 42 глава Еремии, они настолько искренне ему говорят, вот как Господь скажет тебе, мы так и поступим. Вот ни налево, ни направо, вот точно сделаем, как Господь тебе скажет. И думаешь, ну насколько эти люди искренние, и они точно поступят. Читаешь дальше, случилось совсем не так. Когда Господь открыл волю свою, и ответ на вопрос вот этим людям всем, которые пришли военачальники, и весь народ израильский, что нам делать? Господь сказал, оставайтесь на этой земле и живите. И никуда не ходите, не ходите в Египет. Что сказали эти люди? Они не сказали, мы так и готовы принять эту волю Божию, мы так и поступим. Они сказали, не Господь говорил через тебя. Почему так произошло? Эти люди искренне желали знать волю Божию. Когда воля Божия была открыта, они сказали, не Господь говорил через тебя. Почему? Потому что в сердце у них уже было готовое решение. Они уже наметили для себя определенный путь. Ну и как бы для подтверждения, чтобы как-то убедиться, давай еще Бога спросим. Ну давай спросим. Господь сказал, неправильно ваше решение. Ты неправильно говоришь. Не Господь через тебя говорил. Дорогие друзья, приходить к Богу уже с готовым решением в сердце, это неправильно. Нужно быть готовым к любому ответу. Скажет ли Господь да или нет, скажет ли налево или направо, скажет ли прямо, скажет ли вообще совершенно другое, мы должны быть готовы. Если мы приходим к Богу с готовым решением в сердце, мы не готовы услышать от Него ответ. У нас уже готов свой путь. И мы все равно сделаем так, как мы наметили. И потом будем каяться. Поэтому дал бы Господь, чтобы мы всегда, принимая какое-либо решение в нашей жизни, руководствовались только волей Божьей. Апостол Иаков в 4 главе пишет такие слова и обращается к тем, которые говорят, написано прямо, что послушайте вы, которые говорят, сегодня или завтра отправимся в такой-то город, будем торговать, получать прибыль, то есть у людей намечен путь. И Он говорит, вы, которые не знаете, что случится завтра. Вы приняли решение, а не знаете, что случится завтра. Что такое жизнь ваша? Пар, являющийся на малое время. Дорогие друзья, важное условие еще одно, что в том, что принимая решение, любое, планируя, может быть, на много лет жизни все вперед, мы должны помнить, что наша жизнь – это пар, являющийся на малое время. Дал бы Господь, друзья, чтобы мы принимали в жизни правильное решение. От чего зависит основная мысль, от чего зависит правильность принятия решения? От чистоты нашего сердца. Данил положил в сердце своем не оскверняться. Почему? Потому что сердце его было предано Богу. То, что будет в нашем сердце, такие решения мы и будем принимать. Если сердце наше не чисто пред Богом, если мы неправильно живем, и решения будут такие, и действия, и последствия жизни тоже будут такие. Если сердце наше принадлежит Богу, то и решения будут правильные, и Господь будет руководить нашей жизнью и нашими решениями. Сейчас вот многие друзья тоже заявили или желают вступить в завет с Господом. Друзья, насколько это решение обдумано. Это решение обязательно будет испытано. Мы должны так строить свой дом, так духовное свое строение, чтобы выдержало оно любые испытания. Чтобы это важное решение, оно оказалось действительно искренним и сердечным, чтобы мы могли выдержать любые испытания жизни нашей. Дал бы Господь, дорогие друзья, чтобы я хотел кратко повторить эти три пункта, чтобы наши решения были основаны на этом твердом камне Иисусе Христе, чтобы они были хорошо обдуманы, чтобы мы всегда задумывались о последствиях, и чтобы они были всегда по воле Божией руководимы нашим Господом. И если мы руководствуемся в жизни вот этими важными принципами, то наше духовное строение и вся наша жизнь сможет действительно выдержать любое испытание. И мы сможем с радостью, с благодарением Богу, с благодарным сердцем встретиться с Богом и поблагодарить за тот путь, которым Он нас провел, что в жизни мы принимали правильные решения, что в жизни Он руководил нами, да будет нам Господь в этом помощник, и мы помолимся об этом, чтобы Господь благословил нас, чтобы мы принимали в жизни верные решения по воле Божьей. Аминь. Помолимся, попросим благословения на это общение. Отец Небесный, в этот утренний час воскресного дня мы обращаемся к Тебе и сердечно благодарим Тебя за жизнь, которую Ты нам дал, за желание быть в Доме Твоем, за Слово Твое, Господь, благодарим Тебя. Благодарим за то, что Ты так много сделал для нас, Ты призвал нас, Господь, и открываешь нам то, чтобы мы правильно строили свой духовный дом, исполняя Слово Твое, всегда принимая правильные решения, шли путем Твоим, Господь. Помоги нам в этом, даруй силы, даруй мудрости. Просим, Господь, благослови это служение, чтобы оно прошло для славы Твоей. Благослови, Господь, и проповедующих, поющих, чтобы Слово Твое касалось сердец наших, чтобы мы возрастали духовно. Благослови в этот час и общение там в лагере, Господь, и весь ход там того служения. Ты благослови, чтобы это было на пользу детям нашим. Прибудь, Боже, с нами и за все прими благодарность, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Будем петь 246 номер «Мой Бог скала, сокрытие в нем». Ставший будем петь 246 номер. Мой Бог скала, сокрытие в нем, «Окрова время бури». Покой, Свой, Голд, Господь меня, «Окрова время бури». Иисус мой источник в земле суббой, «Окрова время бури». Иисус мой источник в земле суббой, земле суббой, земле суббой, Иисус мой источник в земле суббой, «Окрова время бури». «Окрова время бури». Друзья, занимаем места. В нашем собрании сегодня поучаствуют детки. Первый стишок расскажет Агнеса Кушнерчук. Пожалуйста, Агнеса расскажет стишок. Затем Натан и Вика Чайка расскажут. Также стишки называются они «Все, вот, все мое желание». И второй стишок «Все вокруг сплошное чудо». Вот все мое желание быть своим сутом рядом. И я скажу, что нет него, мне ничего не надо. Я все, что есть, ему отдам все силы и старания. С ним быть и дети в небесах, вот, все мое желание. Аминь. Все вокруг сплошное чудо и вопроса не числа. Для чего, когда, откуда, почему, зачем, куда. Хорошо на белом свете жить сознание таким, что на все вопросы эти отвечает Бог один. Что и маленькая пташка, и далекая звезда, и белинка, и букашка существует непросто. Вечно плане мир и здания все расписано давно. И твое существование этим планом учено. И симфония стелены, что звучит отцу всего, не была бы совершена высыхание твоего. День придет, уйдем отсюда. А пока смотри и пой, человек, большое чудо, с удивительной судьбой. Аминь. Друзья, хочу сказать, что это чудо, что мы сегодня в собрании увидели этот новый день. Это милость Божья, слава Ему. Сейчас у нас будет совершено служение, молитва над детьми. Павел будет давать наставление, пожалуйста, две семьи, которые принесли деток на молитву. Вот это семья Литовченко, Кушнерчук. Приглашаем вас сюда. Интересно, я уже третье воскресенье подряд, мне приходится говорить на семейную тему. И мне начинает нравиться даже. Пожалуйста, дорогие родители, проходите сюда. Друзья, перед нами сейчас будет происходить священнодействие. А именно будет происходить молитва над новорожденными младенцами. Эта молитва, ее называют молитвой посвящения, или молитвой, призывающей благословение Господа на жизнь человека. Это совсем еще маленький человек, он не понимает совсем, что с ним происходит, но, как правило, верующие родители совершают это дело, знающие, что в жизни все зависит от благоволения и действия Божия, они просят, чтобы милость и благоволение и благословение Господа снизошло на эти маленькие две жизни, и Бог сопутствовал, охранял и был всегда с ними. Прежде чем мы приступим к самой молитве, я очень кратко прочитаю и скажу одну мысль для всех нас. Прочитаю из книги Бытие. Книга Бытие, мне кажется, не зря она так названа. Она касается всех людей, которые живут. Так вот, там есть интересная история, которая записана о судьбе и жизни одной семьи. Это семья праведника Ноя. Читаю книгу Бытие, 7 глава. Я три текста прочитаю. С 7 главы 1 стих, потом 7 стих, и из 9 главы тоже 1 стих. Слушаем, смотрите, как написано. «И сказал Господь Ною, войди ты и все семейство твое в ковчег, ибо тебя увидел я праведным предо мною, вроде сё. Седьмой. И вошёл Ной, и сыновья его, и жена его, и жёны сынов его, с ним в ковчег отвод потопа». 9 глава 1 стих. «И благословил Бог Ноя, и сынов его, и сказал им, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю». Какие назидательные мысли для нас с вами, родителей, в этих текстах я вижу. Ключевой момент, почему Бог благоволил к семье Ноя, написан в 1 стихе 7 главы. «Ибо тебя увидел я праведным предо мною, вроде сём. Тебя я увидел праведным». Не написано о том, что были праведные его уже взрослые дети на тот момент, потому что они с жёнами входили в ковчег. Я не знаю, могу предположить, что, может быть, не до конца они были праведными в своём хождении, но влияние отца, скорее всего, сказывалось на них. Хотя, с другой стороны, логика говорит о том, что, скорее всего, они помогали своему отцу Ною в построении ковчега, не противились и, видно, были послушными детьми. Но здесь написано, «Ибо тебя увидел я праведным предо мною». Поэтому 7 стих говорит, что и Ной, и сыновья, и жена, и жёны сыновей, они все вошли в ковчег от вод потопа. Когда всё закончилось, то Бог благословил и Ноя, и его сыновей, и всех, кто там был у них в родстве. Друзья, для нас урок. Если мы будем праведными пред лицом Господа, то благословение Господа будет на нас и на семьях наших. Очень правильно, что вот у родителей сегодня есть желание, чтобы Бог благословил их детей. Во многом зависит, как много благословения придёт в жизнь ваших детей, будет ли видеть Бог праведными вас, вроде сём, пред Его лицом. Друзья, да благословит Господь, чтобы все, кто находится в зале сегодня, мы все, либо дети, либо родители, чтобы мы были праведными пред лицом Божиим. И тогда Бог будет благоволить к нашему потомству. Ведь не зря Бог наших потомков, так назовём детей наших сегодня, приходит время, Он их пробуждает к здравым мыслям. Не зря у них появляется страх Господень грешить перед Богом. Не зря рано или поздно приходят к Богу, они каются и души их возрождаются. Потому что благоволение Господа направлено в их сторону посредством молитв, посредством благословений во многом даже от родителей. Сейчас проходит у нас в эти дни подростковый лагерь. Он называется такими словами «Войди в ковчег». И вы знаете, вчера вот говорил я тоже с подростками, смотрю на них, они такие подвижные, у них там масса своих интересов. Но когда с ними говоришь о серьёзных вещах, притихают. И мы говорили о том, что многие из них в течение этих дней примут решение войти в ковчег, а кто-то нет. Друзья, конечно, решение человек принимает сам, но во многом зависит благоволение Господа. Поэтому, обобщая всё вышесказанное, скажу, что мы как родители, может быть бабушки, дедушки, мы своей жизнью и своим страхом Божьим оставляем определённое наследие нашим детям. Пусть так будет, чтобы Господь мог сказать в наших семьях, «Тебя я видел праведником, и поэтому моё благоволение будет на твою семью». И воды потопа не коснутся, и какие-то беды не коснутся, и восхищение церкви, которая грядёт на эту землю, дай Бог, чтобы коснулось всех наших детей. Да благословит нас в этом Господь. Аминь. Мы сейчас будем молиться. Как будет проходить молитва? Родители, вы склонитесь на колени. Сначала будет молиться мама, потом будет молиться папа, потом будет служитель, возлагая руки, молиться над двумя маленькими детьми. Сейчас время, чтобы родители взяли микрофон в руки и рассказали, кого Бог послал в вашу жизнь, как зовут вашего дитя, и что вы желаете для него. Бог подарил нам вторую доченьку, мы назвали её Джулиана. И у нас желание, чтобы Господь благословил её, чтобы она с ранних лет познала Господа. И если Господь дал ей талант или желание такое, чтобы служить ему до конца, чтобы она это исполнила. Хорошо. Дочь Джулиана. Хорошо. Нам Бог подарил дочь, первая дочка нашей семьи, у нас три мальчика, дочку, и мы назвали её Амилия. Амилия. Да, хотим, чтобы Бог благословил её, чтобы она преднадлежала Ему, и чтобы с раннего детства, чтобы она могла видеть это путеводительство Духа Святого, чтобы она могла ближе, близиться к Богу. Слава Богу. Значит, Джулиана и Эмилия. Две маленькие девочки сегодня перед нами. Будем молиться и благословлять. Я призываю, чтобы и церковь к этой молитве подключилась, поддерживала в сердцах наших. Будем молиться, чтобы Бог благословил. Давайте мы встанем на ноги. Родители, склонитесь, пожалуйста. Николай Никеевич, служитель, поможет в этом служении. Боже, я тебе сердечко благодарю за то, что ты меня любишь, никак не забываешь. Я тебе благодарю за такой прекрасный день, что ты подарил нам жизнь. Я тебе благодарю, что ты подарил нам эту доченьку, Боже, здоровенькую, милую, Боже. Я тебе благодарю, что ты даровал нам семью, деток, Боже, сыновей, Боже, за то, что у нас все здоровые детки, за то, что нам послаешь всё необходимое, Боже. Боже, я Тебя благодарю за это. Ты благослови нашу семью, благослови, Боже, особенно милую, Боже, чтобы она выросла для Тебя, Боже, чтобы она выросла здоровенько и спокойненько, Боже, чтобы она была Твоим детем, чтобы была примера в этом мире, Боже. Я Тебя прошу, благослови меня с Даником, Боже, чтобы Ты даровал нам мудрости, чтобы мы правильно воспитывали своих деток, Боже, чтобы выросли, они принимали, Боже, Твое святое крещение, Боже, чтобы они были членами церкви, Боже. Ты благослови каждый из нас, Боже, ты благослови также Джеймсика, Марка, Новочку, Милочку Божию. Охраняй, Боже, нас и дашь ему более примеров. Церковь Божьей семье. Аминь. Господи, благодарна тебе, слава за то, что ты благословляешь Господи твоим благословением. Благодарю тебя за то, что могу держать Господи Милочку Господи на руках своих, Господи. И в этот день, Господи, благодарю тебя за то, что ты благословил ее, что она родилась здоровенькая. Я благодарю тебя, Господи, за то, что ты благословляешь своих благословением. Благодарю тебя за то, что мы, Господи, можем быть в церкви твоей, Господи. Мы приносим ее перед тобой, Господи. Просим тебя, чтобы ты, Господи, благословил в этой жизни, Господи, чтобы она могла быть твоим дитем, Господи. Чтобы она могла всегда, Господи, прислушаться голосу Твоему, Боже мой. Тебе благодарю за всех наших деток, Господи, Джеймска, Марка, Новочку, Эмилочку, Басови, нашу всю семью, помоги, чтобы мы служили Тебе от всего сердца, Господи. Моли бы встретиться там на небесах перед Твоей. Тебе за все будет слава, мой Бог, Отец, Сын Дух, Святой. Аминь. Дорогой наш Отец, мы стоим перед лицом Твоим, и здесь маленькая девочка Эмилия. В это время, Господь, родители принесли ее, чтобы она пред лицом Твоим предстала, Господь. И мы молимся Тебя, Церковью, за нее, чтобы Ты благословил ее, Господи, от этого раннего детства на всю ее жизнь, Господи, чтобы Твое благоволение, Твоя благодать, милость и мир всегда были с ней. Мы просим Тебя, Господи, благослови ее здоровьем крепким на всю жизнь, чтобы никогда она не знала горя, чтобы никогда не знала болезней, и чтобы никогда не знала какого-то духовного повреждения, Господь, зла, который порой сатана желает, что постигла человека. Храни ее от этого, Господи. Пусть Твоя милость и благодать с ней будет всегда, чтобы с раннего детства, Господь, таланты в ней были, которыми она сможет служить Тебе, Господь. Мы просим, чтобы Ты благословил ее различными дарованиями, чтобы она была умненькой, хорошо училась, хорошо Господь принимала разные знания, чтобы и в этом была слава Тебе. Господи, мы просим Тебя о том, чтобы Твоя охрана с ней была, чтобы никакое несчастье, никакое зло никогда не коснулось ее. Господи, Ты знаешь желания родителей, они говорили здесь о них. Благослови, чтобы все это пришло в ее жизнь, и чтобы, Господь, она была детем Твоим, чтобы с раннего возраста она имела страх Твой перед лицом Твоим, боялась Тебя, чтобы она была благоразумной, чтобы поступала всегда правильно. Господь, пусть это будет дарование всегда в ней, благослови ее. Господи, мы не знаем, что ждет нас в жизни дальше, когда Ты возьмешь церковь от лица земли, но да благослови ее, Господи, чтобы, приняв Тебя своим спасителем, когда она все сможет осмысливать, Господь, она всегда была чадом Твоим. Благослови во имя Иисуса Христа, мы просим Тебя, жизнь и судьбу ее. Аминь. Какой Господь благодарю за то, что Ты нам послал челяночку, Господи, что она у нас здоровая, Господи. Пошли, чтобы она выросла и служила Тебе, чтобы была христианкой. Помоги мне быть хорошим примером для своих детей. Благодарю Тебя за все. Аминь. Отец Небесный, благослови Тебе за этот день, Господи. Саша, Господи, Ты дал нам возможность прийти, Господи, на это место и прославить имя Твое. Господи, благослови Тебе за прекрасную семью, которую, Господи, Ты мне даровал, Господи, за прекрасную жену, за деток. Господи, я тебя мляю, прошу. Благослови, Господи, Джулианочку, на всю ее жизнь, Господи, чтобы она посвятила себя Тебе, чтобы, Господи, вся наша семья прославляла имя Твое, и чтобы, Господи, когда Ты придешь, чтобы мы всей семьей, Господи, могли войти, Господи, в небо. Благодарю Тебе за все, за все. Тебе вечер славы и кивяков. Аминь. Великий Бог, Творец неба и земли, я благодарю Тебя также за эту молодую семью, Данику, Анжелу. Ты в их семью послал вторую доченьку, Джулиану, Господи, и они желали, чтобы она была Твоим детем. Когда Ты был, Христос, на земле к Тебе приносили, приводили детей, и Ты, Господи, возлагал Твои святые руки, благословлял их. Мы благословляем также в будущее, Господи. Мы не знаем, какой будет жизнь маленькой Джулианы, но мы, Господи, предаем ей сегодня в церкви, в Твои святые руки, чтобы Ты хранил ее от зла, когда по мере возраста физического она будет расти, познавать этот мир, чтобы родители, в свою очередь, смогли привить любовь к Тебе, к нашему Господу, чтобы они своей жизнью воспитали ее в учении и наставлении Твоем, чтобы эта дочь увидела в них жизнь детей Твоих, Господь, чтобы в ихнем доме был всегда молитвенный очаг, чтобы они вместе с детками вникали в слово, читали, молились, и только ожидали милости от Тебя на воспитании своих детей. И мы живем очень в опасное время, когда сегодня принимаются такие жестокие законы в отношении детей, воспитания их, в школах, везде, на разных уровнях. Помоги, чтобы родители ни на что не взирали, Господи, но воспитывали так, как Ты повеливаешься Слово Твое, чтобы они и дети были с Тобой в небе. Услышь молитву мою, услышь молитву родителей, Господь, чтобы их детки были Твоим достоянием, чтобы они радовали родителей и Тебя, нашего Господа. Аминь. Дорогие родители, Церковь сердечно поздравляет вас с рождением прелестной доченьки. С долгожданной дочкой вас поздравляем мы сейчас и желаем, чтобы Бог воспитать ее помог, чтобы дочка с юных лет заключила с ним завет, чтобы Господа любила, всей душой ему служила, и чтоб в этом мире зла яркой звездочкой была, освещала мрак кругом и стремилась в отчий дом. С любовью, Церковь. Дорогие родители, Церковь сердечно поздравляет вас с рождением еще одной доченьки. Еще одной дочкой благословил вас Бог. В жизни земной есть немало тревог, но молимся мы с вами сегодня, чтоб была над ней милость Господня. Только Он сохранит в этом мире от зла, чтобы девочка ваша спасенной была. Научите ее вы Христа полюбить, и Богу старайтесь всем домом служить. А я и дом мой будем служить Господу. С любовью, Церковь. По желанию нашим друзьям споем 400-564-й мой дом, и я служить хотим 1-й и 4-й каблеты. 400-564-й. С любовью, Церковь, Церковь, Церковь. И я даю себя и всю мою семью. Услышь, Господь, войну мою и благодать и средствую. Услышь, Господь, войну мою и благодать и средствую. Друзья, Церковь, пожалуйста, присядьте. Сейчас служение хора будет, и мы будем слушать заключительное слово. Вера предо мной открыла Путь тернистый, путь борьбы, И его мне облегчила Силой сладостной мольбы. На леду тропою тесной И свергают плоти пьет. О, спаситель, О, чудесный, Сам веди меня вперед. На пути лежат преграды, Камни острые лепни, И печаль замен от рады Затемнила жизни дни. Проходя долиной плача, Путь нерадостен уныл, Настигает неудача, И я падаю без сил. На леду тропою тесной И свергаю плоти пьет. О, спаситель, О, спаситель, О, чудесный, Сам веди меня вперед. И тогда к Творцу взываю, С высоты гласит любовь, Чутко я Творцу внимаю, И восстав шагаю вновь. Вновь иду я за утесом, Вижу яркий, яркий свет, И, о, чудо всем вопросом С неба слышится ответ. На леду тропою тесной И свергаю плоти пьет. О, спаситель, О, спаситель, О, чудесный, Сам веди меня вперед. Братья и сестры, Как в начале собрания мы уже упоминали, что часть церкви в разъезде, проповедники, некоторые служители находятся в отъезде и по личным делам, и в кемпе. Поэтому я упоминаю об этом, потому что сегодня я на подмене. И я желаю, чтобы мы вместе сегодня прочитали для нашего назидания Евангелие от Луки, 23 глава. Мы начнем читать сначала. Евангелие от Луки, 23 глава. И поднялось все множество их, и повели его к Пилату, то есть Иисуса, повели к Пилату. И начали обвинять его, говоря, мы нашли, что он развращает народ наш и запрещает давать, подать кесарю, называя себя Христом царем. Пилат спросил его, «Ты царь иудейский?» Он сказал ему в ответ, «Ты говоришь». Пилат сказал первосвященникам и народу, «Я не нахожу никакой вины в этом человеке». Но они настаивали, говоря, что он возмущает народ, уча по всей Иудее, начиная от Галилеи до сего места. Пилат, услышав о Галилее, спросил, «Разве он галилеянин?» и узнав, что он из области Иродовой, послал его к Ироду, который в эти дни был также в Иерусалиме. Ирод, увидев Иисуса, очень обрадовался, ибо давно желал видеть его, потому что много слышал о нем и надеялся увидеть от него какое-нибудь чудо, и предлагал ему многие вопросы, но он ничего не отвечал ему. Первосвященники же и книжники стояли и усильно обвиняли его, но Ирод со своими воинами, уничижив его и насмеявшись над ним, одел его светлые одежды и отослал обратно к Пилату. И сделали в тот день Пилат и Ирод друзьями между собою, ибо прежде были во вражде друг с другом. Пилат же, созвав первосвященников и начальников, и народ сказал им, «Вы привели ко мне человека сего, как развращающего народ. И вот я при вас исследовал и не нашел человека сего виновным ни в чем том, в чем вы обвиняете его. И Ирод также, ибо я посылал его к нему, и ничего не найдено в нем, достойного смерти. И так, наказав его, отпущу. А ему и нужно было для праздника отпустить им одного узника. Но весь народ стал кричать, «Смерть ему! А отпусти нам Вараву!» Варава был посажен в темницу за произведенное в городе возмущение и убийство. Пилат снова возвысил голос, желая отпустить Иисуса. Но они кричали, «Распни! Распни его!» Он в третий раз сказал им, «Какое же зло сделал он! Я ничего достойного смерти не нашел в нем! И так, наказав его, отпущу!» Но они продолжали с великим криком требовать, чтобы он был распят. И превозмог крик их и первосвященников. И Пилат решил быть по прошению их. «Я отпустил им посаженного за возмущение и убийство в темницу, которого они просили, а Иисуса предал в их волю». Недавно на новостях я слышал, что в Европе прошли очень большие игры спортивные. Собрались там атлеты со всего мира и с нашей страны тоже. И вот они закончились. И диктор говорил, «Вы знаете, это все вот прелюдия к еще большим играм, которые будут олимпийские. И по странам тоже производятся игры и готовятся. И в Японии должны они произойти, и в Средней Азии где-то еще, потому что из этих маленьких игр будет готовиться очень большая игра олимпийская и так далее, и так далее». И я вот слышал все это. И когда попросили, чтобы я проповедовал, я решил сегодня, братья и сестры, проповедовать об игре. Потому что сегодня не только сильные мира сего, атлеты, тренированные люди играют друг с другом в спортивные игры. Есть еще другие игры. Очень много людей, даже далеких от спорта, играют сегодня в одну очень опасную игру – игру с противником, игру с сатаной. Ввязываясь в эту вот игру, они, может быть, даже не понимают, что их ждет. Я когда-то читал о существовании такой картины, где художник нарисовал игру. Игру одного молодого человека – шахматы с сатаной. И на картине было видно, что игра была доведена уже практически до конца. очередь делать ход была за молодым человеком. Но куда бы он ни ходил, везде крах, везде проигрыш, везде чекмейт. Это был конец. А начиналось-то все как? А начиналось все, когда молодой человек уселся за эту игру. У него было впереди очень много ходов. И он был полон надежд выиграть. И он начал ходить, и начал наступать. И сатана как бы отступал, как бы проигрывал. А отступая, отрезал один ход молодому человеку за другим. Но молодой человек вошел в азарт. Он уже не видел вот это все. Он думал, что он выиграет. Он надеялся, что он сильнее и имеет шанс. И лишь на последнем ходу он вдруг прозрел. Он вдруг ясно увидел, что он проиграл. Он понял, что зря, зря он ввязался в эту игру. Он понял, что у сатаны выиграть невозможно. Он все это понял. Но он все это понял поздно. Слишком поздно. На картине лицо молодого человека, когда он смотрел на эту доску с проигранной своей игрой, его лицо было мрачным, угрюмым. Он понимал, что он проиграл. А лицо сатаны было улыбающимся и очень ехидным. Он опять победил. Братья и сестры, наша человеческая история знает немало примеров игр с сатаной людей. И знает, чем они закончились. Но мы все эти примеры сегодня рассматривать не будем. У нас есть свой библейский пример. И мы читали вот в нашем тексте. Это был длинный текст. Мы прочитали об известном событии. О последних часах Иисуса. И вокруг него было очень много действующих лиц. Мы не будем рассматривать все действующие лица. Мы сегодня рассмотрим только одного человека. Обратим внимание на поведение всего лишь одного человека. Понтия Пилата. Именно он ввязался в игру такую. И в свое время он самонадеянно думал, что он выиграет. Мы видели, какие ходы он делал. И так, и так. Он самонадеянно думал, что он выиграет. И я хочу сказать, что в этой глупости Пилат никогда не был одиноким человеком. И сегодня есть очень много людей, уверенных в себе людей, что уж они выиграют. Ввязываясь в опасную игру, они выиграют. А то, что вокруг толпы уже обманутых людей, это многих ничему не учит. Они считают, что они проиграли, потому что они недалекие. А мы не такие. Мы умные. Мы выиграем. Вот к числу таких самонадеянных глупцов относился Пилат. Надо сказать, что он не был простым, необразованным, ничего не знающим человеком. Он был образованным. Место прокуратора Иудеи требовало больших знаний. Когда он пробил свое вот это место, и ему дали этот большой пост, он обязан был знать обычаи народа, к которым он отправлялся. Он обязан был знать, и он хорошо разбирался в религии иудеев, иудаизме. Он знал о Писании, читал его, изучал его. Он знал о надежде Израиля, израильского народа, что этот народ ждет царя, что этот народ ждет мессию своего. Он все это знал. Но, вы знаете, Пилат был, как и многие сегодня люди, знающим, но не ожидающим. Он знал о Боге, но не ожидал его на самом деле. Как много людей сегодня, есть много знающих людей, но не ожидающих. И вот это было первой роковой ошибкой Пилата. А именно, такое вот, знаете, несерьезное отношение к тому, что говорит Священное Писание. Он их читал, он их изучал, он их знал, но у него было несерьезное отношение к тому, что они говорят. И это до сих пор сохраняется такая тенденция, когда люди понимают, что да, Священное Писание – это важно, там говорится о очень серьезных вещах, но вот эта суета, вот эти вот дела наши, и то надо, и то надо. И просто некогда заглянуть, что же там все-таки Писание говорит, о чем оно там предупреждает. Иисус в свое время тоже говорил окружающим его людям, он говорил своим ученикам о всевозможных житейских заботах, делах, что они, по сути своей, могут быть даже неплохими, но они могут забрать у человека смысл, вот внимание к главному, к духовному вопросу. Эти житейские дела могут повернуть человека в житейскую сторону и забрать у человека внимание к духовному вопросу, который должен стоять у человека всегда на первом месте. Возможно, что Пилат думал, что, ну, потом успеет, то есть чуть-чуть вот, и он возьмется. Он возьмется, конечно, за эти все серьезные дела, вопросы серьезные изучит их. Многие вот так рассчитывают на это. И они говорят, что мы возьмемся за это дело очень серьезно. Ну, а пока надо наслаждаться жизнью, надо пользоваться своим здоровьем, надо пользоваться своими возможностями и так далее. Тот, кто затеял вот эту вот опасную игру с сатаной, потому что за всем этим стоит как раз он, тот скоро поймет, очень скоро поймет, что наступит время, братья и сестры, наступит время, когда сатана подойдет к человеку, затеявшему с ним какую-либо игру, и он подойдет к нему и потребует, чтобы человек определился уже ясно, определился конкретно и перед всеми, с кем ты человек. Он обязательно потребует, чтобы человек избрал, избрал одного из двух владык, которые мы знаем есть в нашем мире, или Бога, или его, как Бога. Он потребует этого выбора. Обычно этот момент наступает, когда человеку остается уже последний ход, когда отступать уже некуда. И вот Пилат, а это сегодня наш пример. Пилат из-за долгого пренебрежения Писанием, пути Пилата назад уже были отрезаны. Но он об этом еще не знал. Часто бывает, вот первый брат нам упоминал о Самсоне. Самсон тоже не знал, что сила Божия уже не с ним. Пилат еще не знал, что отступать уже некуда, что он загнан, ему остается только чекмейт, проигрыш, крах. Он все еще брал, как мы сегодня говорим, от жизни все. Он был занят этим. Но вот сатана пришел к нему за ответом. На чьей ты, Пилат, стороне? Давай-ка определись сегодня и не где-нибудь в тайной комнате. Нет, перед всеми, перед этим миром. Вы знаете, как это произошло? Однажды утром, это был день пятницы, в ворота притории раздались удары. По воротам били, требуя их открыть. Дежурная воина-стража доложили Пилату, что там у ворот собрался практически весь Синедрион и еще очень много людей с ними. Конечно, Пилат знал, что вот это были особые дни в Иерусалиме. Это были пасхальные дни. И обстановка в такие дни была накаленной. Была возможность и опасность какого-то взрыва страстей на религиозной почве. Потому что, по некоторым данным, вот те, кто исследовали Библию, те времена говорили, что на праздники собирались около трех миллионов людей со всего света, евреев, бразелитов, других людей. Там, видимо, был еще и бизнес какой-то, торговать можно было, потому что людей много. Город Иерусалим не вмещал даже всех. Люди были по окрестным селениям, ночевали. Очень много было людей. Обстановка была накаленная. Конечно, гарнизон был на чеку римский. Пилат все это знал. Он, возможно, знал и о событиях, что с Христом происходило. И он, наверное, думал, как-то приготовиться к этим событиям. Он все еще надеялся, что он игру свою выиграет как-то. Но когда он вышел к людям, к первосвященникам, и когда он выслушал их обвинения, когда он выслушал их требования, ему стало не по себе. Ему стало очень плохо, потому что ему предстояло выбрать. Ему предстояло выбрать одного из двух царей. Прямо сейчас, без всякой подготовки, без игры. Он должен был сделать ход. Он должен был сделать выбор. Какого царя выбрать? Сатана потребовал определения. Ты со мной до сих пор игрался. Я тебе многое давал. А теперь определись все-таки, кому ты принадлежишь. Ему надо было выбрать. Пилат, он это понял и видел, или царя века сего, или царя небесного. И Пилат, знаете, он заметался, как в мышеловке какой-то. Что делать? Как быть? Выбирать не хочется. Из этой патовой ситуации где-то должен быть выход. И он вот начал его искать. Ему приходит на ум такая вот бредовая идея. А может, он все-таки не царь Иисус? И он подходит с этой мыслью к Иисусу и задает ему вопрос. Ты царь иудейский? И в тайне, может быть, надеясь, вдруг Иисус скажет, ну что ты, я не царь. Но Иисус тоже Пилату не дает никакой надежды, не оставляет ему никакого выхода. Иисус ему говорит, ты говоришь. На Востоке этот ответ является утвердительной формой ответа. Его можно перевести примерно так. Да, я царь иудейский. Иисус не оставил никаких надежд Пилату. Я уверен, братья и сестры, что в этот час или минуту, когда Пилат стоял перед Иисусом, когда он услышал его ответ, он ясно понял. Он ясно понял, кто перед ним. Он ясно понял, что перед ним Мессия, о котором он читал, знал, что перед ним Бог, предсказанный пророками с древности еще. И внезапно он стоит перед ним, перед этим Мессией, перед этим царем, который ему ясно сказал, да, это я. И здесь Пилат совершает свою вторую роковую ошибку. Поняв все правильно умом, Пилат это не принял сердцем. Это одна из самых чудовищных ошибок, которую совершают люди. Совершали тогда, совершают сегодня и, видимо, будут совершать это до конца. Это видно и в нашей стране, это видно в наших церквах, в наших домах и даже в наших сердцах. Когда люди все правильно понимают умом, но не сердцем принимают. И Иисус когда-то сказал вот такие вот слова, Луки 18, 8. Когда приду, найду ли веру на земле? Вера, которая в сердце. Вера, которая движима любовью. Не ту веру, которую имеет человек в уме. Это знание. И надо сказать, что принявший Христа в разуме, в душе, всегда, братья и сестры, я подчеркиваю это слово, всегда будет бессилен в противостоянии сатане, в борьбе с сатаной, всегда будет бессилен. А принявший Христа в сердце, не в разуме просто, а в сердце, что он, во-первых, сделает? Ну, первое, что он сделает, я это видел много раз, когда человек принимает Христа в сердце, первое, что он делает, это он исповедует Иисуса Христа Господом, царем, спасителем мира и своим собственным. Это первое, что делает человек, который принимает Христа в сердце. И он это делает открыто. Он это делает перед всем миром, не боясь. Многие из вас имеют этот опыт чудесный. Мы помним это, когда мы это делали перед всем миром. Поэтому всегда будет разница, как принять Христа. И вот через несколько часов после вот этого разговора Пилата с Иисусом, через несколько часов один из воинов Пилата, это сотник, он именно это и сделает. Он исповедует Христа, он примет Христа в сердце. И он его, первое, что он сделает, заметьте, он тут же исповедовал Христа Сыном Божиим. Воистину он Сын Божий. Это человек, который принял Христа не в разуме своем, а в сердце своем. И он исповедовал его тут же Сыном Божиим. Я когда-то читал историю церкви, там есть легенда такая, что этот сотник впоследствии был призван в императорский двор, в приторию. И был спрошен о своей вере. И он исповедовал перед Кесарем, это был тогда Нерон Кесарем. И он исповедовал свою веру перед Кесарем, что Иисус действительно Сын Божий. И за это он был обезглавлен. Он принял Христа в сердце. Пилат не исповедовал Иисуса Сыном Божиим. И, встретившись фактически с Иисусом лицом к лицу, сердце его осталось закрыто. Когда человек встречается с Господом лицом к лицу, или когда человек чувствует, что Господь обращается к нему, но он не принимает его в сердце. Как это вот Пилат сделал. Что тогда человек делает? Обычно он начинает хитрить как-то, оправдываться как-то. некие такие красивые причины искать. Почему он не может на данный момент все-таки принять или избрать Христа? Что делает Пилат? Ему на тот момент просто было необходимо, братья и сестры, удержаться между этими двумя царями. И как-то не сделать выбора, как-то уйти с этим. Потому что он чувствовал, что перед ним Иисус, царь. Но, с другой стороны, он боялся другого царя. И он думает, а что же делать? Как мне поступить дальше? И вот он ничего не придумал. И он выходит к народу, он выходит к первосвященникам, надеясь, что как-то они его уважут, его пост великий уважут и так далее. И он говорит, знаете что? Я все-таки не нашел ничего достойного смерти, которое вы требуете смерти этого человека. Я не вижу в нем ничего достойного. Я его накажу ради вас, опять-таки, и отпущу. Но народ требует. А кто застоит за народом? Первосвященники. А кто ихний отец? Однажды Иисус сказал, ваш отец дьявол. И сатана требует через священников, через народ в тот момент, требует от Пилата, нет, нет, определись, выбери, покажи на чьей-то стороне, и стань рядом со своим царем. И сатана всегда требует этого от людей, братья и сестры. Может, вначале не так ясно, не так вот открыто. Но он всегда требует, чтобы люди выбрали его. Он желает, чтобы люди выбирали его, а не Бога. И он к этому старается. Он старается различными способами. У него есть много трюков. В Писании названо тенета и сети, капканы, иначе говоря. Он все это имеет, чтобы заставить человека, не мытьем, так катанием, принять его сторону. Он одних обольщает, славой может быть. Кого-то золотом, богатством, кто-то соблазняется. Вот мы опять-таки слышали, противоположные полы – это тоже сильное оружие. И сатана его очень успешно пользует. Ну, четвертых, может быть, просто силой, наглостью, грубостью, но он заставляет выбрать его. Он никогда не отступает от своего желания, от своих действий. И в данном случае мы видим, что на Пилата оказывается давление, грубое давление. Он не хочет, но на нем оказывается грубое давление выбрать, и выбрать его именно. И они начали ему говорить. У нас нет другого, подсказывать ему, у нас нет другого кесаря, у нас нет другого царя, у нас вот кесарь есть, он в Риме там, и так далее. И они ему говорят, подсказывают, вот кого надо выбрать. И Пилата охватывает фактически страх. Он начинает бояться, потому что люди, много людей, искра, и может возгореться мятеж, многотысячная толпа, которая опрокинет этот гарнизон. Что потом будет за мятеж Пилата, он хорошо понимал. За это по головке не погладят. Он был ответственный за этот регион, и он будет отвечать за все, что случилось. За любую смерть римского воина и так далее, за потерю этой провинции. За все он будет отвечать. И он испугался. И он ищет выхода из этой игры, какой ход еще сделать. Может быть, удастся избежать всего этого. И он как-то увидел еще один выход. Он услышал, что Иисус из Галилеи. И он говорит, стойте, стойте, стойте. Так вы сказали, я правильно слышал, он из Галилеи. Ну, тогда все, я его судить не буду. Там у них есть царь Ирод. Кстати, он в Иерусалиме. Вот я сейчас его к нему пошлю. Пусть он там решает его судьбу. И знаете, у Пилата, наверное, может быть, и гора свалилась с плеч. Не надо выбирать, он высылает его к Ироду. Ну, мы читали в нашем тексте, чем это закончилось. Господь, когда очутился перед Иродом... История говорит, что это был не Ирод Великий. Их несколько, их трое, три Ирода было. На данный момент речь идет об Ироде Агриппе. Это была очень развращенная личность. С детства воспитанной в законе, с детства воспитанной правильно, Он был очень развращенным человеком. И когда он увидел Иисуса, он обрадовался и захотел увидеть какое-нибудь чудо. Мы читали. И мы читаем, что Иисус с ним вообще даже разговаривать не хотел. Если с Пилатом Иисус разговаривал, потому что Пилат был язычник, то Ирод был верующим человеком. Ирод знал Писание, знал, как все правильно. И он же спрашивает о чем-то Бога. С такими людьми, которые знают Бога, знают настально во всем и живут, плохо живут. С такими людьми Бог не хочет разговаривать впоследствии. Даже когда они приходят, Бог не хочет с ними разговаривать, потому что слишком долго испытывано было долготерпение Божие. Однажды даже публично Господь обличил Ирода и сказал ему, «Скажите этой лисице так и так, что если не покаяться он, будет очень плохо». История говорит, что Ирод Агри покончил действительно очень плохо. Потому что, несмотря на обличение, несмотря на то, что Бог все-таки посылал к нему что сказать, он не покаялся. И потом Бог перестал с ним разговаривать. Потому что Пилат наивно так думал, что где-то можно как-то обрести свободу и не избрать никого. Но вне Христа свобода нет. Это еще предстояло Пилату узнать. И мы видим, братья и сестры, после короткого времени, где Пилат стоит опять перед Христом. И опять перед этим же старым вопросом «Что делать с Иисусом?» Этот вопрос над этим миром всегда стоял, над каждым человеком стоит «Что делать с Иисусом? Что мне делать с Иисусом?» И мы об этом проповедуем в церквах. Об этом пишутся книги. Люди, верующие, обращаются ко всему миру. «Что вы будете делать с Иисусом?» Это вопрос очень важный. И Пилат стоял опять. И он уже не сомневался, когда он стоял снова перед Иисусом. Перед ним стоял праведник. Перед ним действительно стоял Царь. Перед ним действительно стоял Мессия. Перед ним стоял Бог. Проблема была в другом. Признать все это. Исповедать все это. Это потерять все то, что имею я в этой жизни. Это потерять все свое удобное положение, уютное. Это потерять, может быть, даже не только пост. Потерять свободу и даже жизнь из-за этого выбора. Я хочу обратиться к более молодым членам Церкви. Вот молодежь, может быть. Что вы по теории только знаете о гонении, о моменте, когда нужно выбрать. И вы слышали, вы знаете, вот рассказы. Но поверьте, что реалии очень-очень отличаются от теории. Когда нужно было выбрать тебе, вот молодой человек, девушка или парень, по жизни или последовать за Господом. Это значит остаться без образования. Даже если ты хорошо закончил школу. Это остаться без хорошей работы. Это быть постоянно на каких-то работах, там улицы подметать или что-то такое. Вот здесь нет такого сервиса, а там он был. Когда люди, много верующих людей подметали метелками, вот так вот подметали улицы. И тебя везде будут считать за ссор. И нужно было выбрать, а хочется ли такой жизни? Когда вокруг тебя те, кто у тебя в школе даже списывали, они получили образование, они смеются над тобой. Это очень трудно выбрать, братья и сестры, молодежь. Очень трудно выбрать, на какой стороне стоять. Поэтому Пилат тоже вот думал, как ему поступить. И он был очень мрачен, очень угрюм. Ему нужно было сделать последний ход. И его лицо напоминало лицо молодого человека на картине, которому тоже предстояло сделать последний ход. И, конечно, мы видим еще несколько отчаянных попыток там было. Пилат ходил, говорил народу, вот, давайте я вам отпущу одного ужника, вот, сделаем. Но ему не оставалось. Народ требовал, сатана требовал, нет. Выбери, какого царя ты хочешь, на чей ты будешь в стороне. И вот это вот умывание рук, лицемерное Пилата, это было последним штрихом того, что он игру проиграл. Того, что он отказался. Он получил свидетельство от своей жены, что Иисус праведник. Он все знал. Ему нечего было сказать свое оправдание. Но решение его было все-таки в пользу не царя небесного, а царя мира сего. Он сделал свой выбор. Игра закончилась. Сатана снова победил. Вот эта вся история, братья и сестры, я перехожу к заключению, мы сейчас помолимся. Вот эта вся история хорошо показывает нам, хорошо показывает нам, чем все эти игры, в которые сегодня ввязываются люди, чем они заканчиваются. Эти игры. Но люди всегда были и останутся, наверное, существами азартными. Когда хочется и это попробовать, и туда пойти, и там взглянуть, и все вот это вот. Азарт охватывать иногда. Люди были всегда такими. И даже с Богом ввязываться в игру какую-то, что еще даже хуже, что еще опаснее. Потому что, братья и сестры, нельзя нам, землянам, ввязываться в эти игры, играть в такие игры. Потому что это всегда, всегда наказуемо. И история вот этого вот неудачника, Пилата, о котором мы сегодня так много размышляли и видели, как он вроде как и хорошо начал, а закончил плохо. История этого неудачника показывает нам и предупреждает нас. Как и апостол Павел, когда обращался к римлянам, в 15 главе, там 4 стих сказано, «А все, что написано раньше, написано нам в наставлении, чтобы мы терпением и утешением из Писания сохраняли надежду». И, вглядываясь вот в эту вот историю, мы постараемся извлечь урок. Это сказано для нас, это написано, это вставлено для нас. И чтобы мы не оказались на такой же скамье неудачников, лузеров каких-то, мы видим, что это не наш путь. Мы делаем свой выбор каждый день. Я знаю, что практически здесь все сидящие сделали когда-то свой самый важный выбор. Они избрали царя. И мы сейчас будем молиться, благодарить Господа за то, что Он открывал нам очи, и мы сделали в свое время правильный выбор. А кто его еще не сделал? Сегодня есть время для этого. Его лично Бог дает всем нам. Аминь. Будем молиться. Благословенный Господь наш, Бог, благодарим Тебя за то, что Ты царь души нашей, друг души нашей. Благодарим Тебя за это время благодати и за то, что, Господи, Ты открываешься сегодня. И многим, многим, Господь, Ты зовешь всех. И мы благодарим Тебя и просим, чтобы Ты благословил нас, дал нам сил, чтобы, идя по этой земле, Господь, эти волны этого мира и суета этого мира не сманили нас на другую сторону, но чтобы мы, Господь, дошли до ворот небесного Хаанаана и встретились с Тобою, Царем нашим. Аминь. Большей миры жил он и усердно многом просил, но забыл, что ли, что мир и радость найдет, кто здесь все на мандарь возложил. Возложил ведь сюда распоминал Тарь, Дух ли Божий, Младитель, Тобой, Кто блаженство нашел, мир и радость нашел, Кто отдался Кресту всей душой. Чтобы с Господом жить, в свете Слово ходить, в сердце духа иметь вечный дар. Нужно молю Его ставить выше всего, и себя возложить на оттарь. Возложил ли Господь, Господь, на оттарь, Дух ли Божий владитель тобой? Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок 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 Господь имел мир в сердце и благодать от Тебя. Мы также просим Тебя за сестру Кристину Дорон, 20 лет ей исполнилось, благослови ее жизнь и судьбу. А также всех членов церкви, у кого дни рождения в июле месяца, Господи, Ты знаешь их. Мы просим, чтобы Ты благословил и благоволение Твое было с ними. Также мы просим Тебя, Господи, о том, что в эти дни проходит лагерь подростковый от нашей церкви, и там братья, сестры трудятся, там много наших подростков, благослови, Господи, чтобы это было временем, когда они могут услышать голос Твой, чтобы они могли осознать это, осмыслить, принять решение для того, чтобы быть с Тобой, Господи. Ты знаешь лично каждого, и поэтому мы укрепляемся в молитве, Господь, объединяясь вместе сегодня о наших подростках, чтобы Ты особо действовал Духом Святым сейчас для сердец их. Мы просим Тебя, вот сестра Аня из украинской церкви, мы не знаем лично ее, Господи, но она имеет жестокую болезнь, трудная, переносит химиотерапию, Господи. Мы просим, чтобы Ты был с ней. Ты знаешь ее душу, что наполняет ее, какие мысли. Господи, укрепи ее, чтобы прежде всего Дух был бодр и крепок, и надежда была на Тебя. Пошли также и физическое облегчение от всех этих страданий. Господь, благослови ее и будь с ней. Мы просим Тебя за брата Виктора Литовченко, который будет ехать на Украину. Просим, чтобы Ты сохранил его в дороге и туда, и обратно, и цели поездки, чтобы они все, все это было благословено Тобой, Господи. Мы будем расходиться и просим Тебя, храни церковь Твою, Господи, от всякого зла и несчастья. Пусть Твоя Отцовская рука, благодеющая и охраняющая, будет над каждым из нас. И пусть благодать нашего Господа Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа пребудут всегда с нами. Аминь. Друзья, с миром Божьим приветствуйте друг друга. Спасибо. 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 Спасибо.